Год подходит к концу, а значит пришло время подводить итоги. Темой разговора в прямом эфире стали вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, а также по отопительному сезону, в частности, обеспеченность населения твердым топливом. Эти темы были отобраны не случайно, так как многих жителей Тувы волновали именно эти вопросы. Серию передач открыл заместитель председателя правительства Тувы Олег Лукин, который пришел в студию со своими коллегами, министром топлива и энергетики Эдуардом Кулером и министром жилищно-коммунального хозяйства Мергеном Мыненолом. Один из вопросов, который поступил в прямом эфире, это вопрос о QR-коде, с помощью которого предоставляется уголь. Ведь не все граждане умеют пользоваться госуслугами. Соответственно, правительство взяло на себя обязательство обеспечить население, для нужд населения, именно для нужд отопления бытовых помещений, предоставлять данное топливо по сниженной, по его принципу. Для того, чтобы это обязательство реализовать, есть два механизма. Можно было пойти путем, который выбрали ряд регионов, когда просто предоставляли, что называется, монетизировали эту услугу, то есть предоставляли денежные субсидии на приобретение топлива по рыночной цене. Либо второй механизм, который был выбран на территории республики нашей, это была достигнута договоренность с поставщиком по предоставлению, именно наоборот, продажи уже по изначально заниженной стоимости отношения людей. Это более сложный механизм. Ну, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Я не скажу, что первый тоже более простой, поскольку он подразумевает обязанность тогда уже жителя доказывать. То есть сначала нужно купить по 3 500, потом идти в социальные учреждения, доказывать повесенные расходы, предоставлять документы, чтобы потом ему это компенсировалось. Потребители должны регистрироваться в системе через госуслуги. У каждого пользователя будет свой уникальный QR-код, по которому ему будут отпускать уголь с топливных складов. Потребитель по желанию сможет закупить весь норматив угля за год или же приобретать его частями. Система каждый раз будет отмечать остаток от годового норматива. Адресная реализация угля через онлайн-платформу направлена в том числе на исключение спекуляции топливом частными складами, которые приобретали топливо на угольных разрезах по тарифам для физических лиц, а потом сбывали его юридическим лицам, в том числе за пределами Тувы со значительными наценками. Всё это было необходимо для того, чтобы было легче контролировать перекупов. У нас как раз из-за того, что, скажем так, не совсем это была прозрачная механизм предоставления этой льготы, Городная Тувинская компания подала даже иск в суд на правительство, требуя возмещения убытков, потому что вынуждены были продавать по льготной цене, а она, скажу, ниже, то есть она убыточная изначально для посчитания. Ну, не в контролируемом логике. Поэтому и данная цель тоже воздействовалась. Также среди вопросов было и о качестве угля. Житель обратился с вопросом, что уголь приобретает второй раз за этот сезон и попадаются камни и песок, что совершенно не отапливается. Если топливо не соответствует качеству или имеется претензии, то покупатель должен обратиться письменно к продавцу топливного склада. Отметим, по законодательству это нужно сделать в течение двух недель. И в случае того, если топливный склад не реагирует на вашу жалобу, то покупатель имеет полное право обратиться в Министерство топлива и энергетики. Мы в этом вопросе оказываемся в действии. Не много, но есть такие жалобы. Допустим, с начала этого топительного периода только одна жалоба была по покупателям, кто имеет претензии по качеству топлива. А, соответственно, продавец должен в соответствии с действующим законодательством в течение двух недель обязательно реагировать, то есть дать ответ. Либо возместить, либо рассмотреть этот вопрос, возможно, в судебном порядке. Конечно, этого случая не было у нас на практике. По всем обращениям мы отрабатываем. Поставщики, в том числе топливных складов, отрабатывают, возмещают, если топливо действительно некачественное. Еще один из актуальных вопросов – это получение угля не в полном объеме. В таких случаях нужно четко понимать, где приобретается уголь. В госпредприятиях контроль и качество обеспечивается полностью. Если вы приобретаете участников, то с такой проблемой можно будет столкнуться. Во-первых, кто покупает, а покупатель, необходимо обратить внимание на того, кто доставляет топливо. Это представитель службы доставки топливного склада, либо это перевозчик, которого нашли где-нибудь там, допустим, по объявлению. В этом случае повышаются риски. Либо если человек покупает, у кого-то, кто там, ну, по объявлению, допустим, в социальных сетях бывает объявление, есть такие объявления. Поэтому есть такие риски. Что мы рекомендуем в этом случае? Значит, в момент покупки угля присутствовать на месте покупки, то есть на топливном складе и в момент доставки тоже до дома присутствовать желательно. Это обеспечивает риски, то есть в момент взвешивания и доставки. А в случае, если все-таки человек заказал заранее и поставил топливо, то есть получает топливо у себя дома, да, вот по доставке, то в случае обнаружения такого, ну, признаков, да, недовеса, то тоже покупатель имеет право написать претензию в адрес склада, и, соответственно, склад обязан реагировать, этот объем взвесить. Соответственно, там понятно, что затраты будут случаи, если это не подтверждается, покупатель подтверждает, ну, то есть возмещает затраты склада. Поэтому эта ситуация такая спорная, но, тем не менее, в этом случае продавец обязан реагировать в данном случае. Вопрос о запасе угля в топливных складах также волнует жителей, ведь некоторые обратившиеся сделали акцент и на этом вопросе. Есть ли запас угля на топливных складах? Этим вопросом занимается региональное министерство ЖКХ. Вопрос, который задали, конечно, мы отслеживаем, проверяем. Ну, по нашим данным, которым ежедневно отчитываются наши склады, я еще раз хочу повторить, что у нас не только склады есть, наши государственные, и склады еще есть частные. Поэтому у нас был момент, это в начале октября было, но с тех пор у нас такого нет, что прямо люди пришли на склад и угля не было. Если, конечно, такие сообщения поступают, конечно, мы их проверяем, но у нас такого не было, чтобы пришли склад угля не было. И, конечно, бывают и проблемы, но мы стараемся, чтобы был обеспечен запас угля на складе. Если вы столкнулись с такой проблемой, то необходимо обратиться в министерство ЖКХ. Отметим, что в прямом эфире принимали участие жители республики. Одна из гостей в зале присутствовала жительница города Кызыла. Обратилась с вопросом, который волнует ее с началом отопительного сезона. Дело в том, что в одном из многоквартирных домов столицы на нижних этажах нет тепла, да и не во всех подъездах одинаково отапливается, отметила Кызылчанка. А сейчас вообще нету внизу, а в других верхних квартирах некоторые есть тепла, а некоторых нет. А у нас в управляющей компании жил фонду и аварийка у нас вот весь октябрь бегали сантехники, все крутят. Там меня кран тоже сделали, что-то все это крутят, крутят. То исчезает горячая вода, то тепла нет. Вообще тепла в октябрь месяц нет. Я замерзаю в доме. Адрес еще раз повторите, пожалуйста. Дружба 1, троп, 2. Руководители обещали заняться этим вопросом, а также помочь остальным, кто присутствовал в прямом эфире. По словам ведущих, прислали более 200 обращений, и это количество можно назвать неплохим стартом, учитывая, что программа только начинает набирать обороты. Подводя итоги, хочется отметить, что подобные программы нужны как для жителей республики, так и для самих зампредов и министров. Каждый житель Тувы сможет задать волнующие их вопросы и получить на них ответы прямо в эфире. Тот, у кого будет самый интересный и актуальный вопрос или же предложение, будет приглашен для участия в последующих прямых эфирах. Редактор субтитров А.Семкин